Дима, вот вы проповедуете доверие, человечность, уважение в детско-родительских отношениях. Я с вами здесь на 100%. Уже хорошо. Да, но кое-что мучает мои мысли. Я выросла в строгости. Скрипка, фортепиано, чтение перед сном. Подруги, которым мама доверяла и знала их семьи, театр, концерты. Пансион благородных девиц. Но иногда я выбиралась из этого стерильного мира. Например, по дороге из музыкалки домой. И умудрялась подружить с теми, кто был в списке нежелательных персон. С нехорошими мальчиками и девочками. Да, я не была ботаном, поэтому находила общий язык с любыми людьми. А эти ребята часто курили, плевали, кто дальше, ругались на этом. Ужас. Могли вернуться домой далеко за полночь. И вот мне было так любопытно, как они это проворачивают. А неужели мама почувствует запах алкоголя или сигарет? Ничего не говорила. Я спросила однажды у них. И на что получила такой ответ. Да, у меня с матерью полное понимание. Максимум там. Поворчит и все. Курить будешь? Ну, я сразу же отказывалась. Но не потому, что там капля никотина убивает лошадь. А потому что в голове установка была, что если я это сделаю, то дома меня... Что? Не погладят. Не погладят по голове. А что сделают? Давайте, раз уж вы упомянули это. Меня накажут. Ремешок ходил в гости. Понятно. Так, ремешок ходил в гости. Эффемизм. Прекрасный эффемизм для насилия. Так. Ну, давайте к вопросу. Да, да, да. Я все понимаю. Это очень хорошо и очень ценно, что вы это говорите. Поверьте мне. А я вот о чем думала? Что если бы у меня в те времена, в моем возрасте, с мамой царило такое взаимопонимание. Ведь я бы попробовала и выпила, и покурила, и ничего больше, глядишь. А вы мне тогда ответили. Я, кстати, не помню. Я не помню этот вопрос. Но уже не помню. Много, потому что комментариев. Что я вам ответил? А Дима такой. А не выпили бы. А давайте в эфире пообщаемся. Я говорю, ну, давайте. Вот. Ну, вопрос-то задайте. Вопрос такой. У меня трое мальчишек. Двое из них уже в прекрасном возрасте. Старшему 17, второму 13. Вот старший сейчас поедет поступать, учиться. Да. Вскоре, через 4 года уже второй сын. Да. Я, значит, не придерживаюсь рукавичек из ежиков. У меня свободно. И тогда чем же мне... Если я не могу вот этим манипулировать страхом, бойтесь, мать. Бойтесь, мать. Не дай бог, что убьют. Как мне тогда? Вот я хочу получить инструмент. Инструмент для чего? Для чего? Чтобы вот... Ну, в этом возрасте соблазнов много. Так. А в вашем возрасте вы что? Старушка, у вас мало соблазнов? Что такое? Я не понял. Нет, у меня уже поселился царь в голове в моем возрасте. Я так думаю. Слушайте, вы извините, а можно я с вами так непристойно поговорю немножко? Вы замужем? Да. Налево ходите? Почему? Вопрос меня немножко шокировал. Ну, а вы думали? Люблю. Мужа люблю. Ну, и что? Ну, это же соблазны же есть, мало ли. Все разные, слушайте. Нет, Дима, не-не-не. Это не соблазн. Что не-не-не? А что это? Нет. А курение? Почему соблазн больше, вам кажется? Так, можно на ты, да уже все, в разнос. У нас такие примеры, что можно в разнос. Я просто волнуюсь, поэтому я... Все в порядке? Все в порядке? Нет, можно, правда, можно на ты. Да? Ну. Ну, давай. Ты не прав, на самом деле. Про что? Я ничего не сказал. Для меня-то это не соблазн, пойти налево. Алкоголь для меня соблазн. Если бы я ходила, как кошка, облизывалась на мужчин, допустим, да, то да, соблазн. А для сыновей твоих... Перешли на ты, да? Перешли на ты? А для сыновей твоих почему алкоголь это соблазн? Дима, поздно. Смотри, у меня в голове же есть уже замочек, а у них-то еще нет, у них еще... Почему? Весь мир, давай. Почему у них нет замочка? Да потому что я... Смотри, вот. Если бы не тот страх в детстве... Ну. Я получаю удовольствие от этого разговора. Ладно, все, дыши, не смущайся. Я бы все делала. То есть я бы... Ой, мама, услышать буду. Я бы все делала. В общем, я бы и попробовала, и понеслась бы в шаврай. Нет. Я скажу тебе, что... А ты меня просто не знал тогда. Я не знал тебя тогда. Да, я сейчас тебя не очень знаю, но я скажу тебе, что я думаю. Давай? Давай? Я скажу, что я думаю. Я думаю, что наши самые главные люди для определенного возраста – это родители. Это первое. И я думаю, что мы воспринимаем 99% моделей от наших родителей. И я думаю, что если наши родители не ведут себя с нами, унижая нас, запугивая нас, обижая нас, то есть не обучают нас тому, что они вообще-то не очень-то хотят нам добра, даже если они это говорят, потому что они несут нам зло. Так вот, если наши родители не поступают таким образом, а выполняют свою главную родительскую функцию, то есть делают так, чтобы мы с тобой были в безопасности, делают так, чтобы мы с тобой могли осознавать себя, делают так, чтобы мы могли исследовать мир и так далее, я думаю, что этим родителям мы с тобой верим. Мы им верим. И в этот момент, если мама... Я не знаю, что было с мамой твоих друзей, понятия не имею, но я хорошо понимаю, что если мама говорит замечательной Оле, Диме, Вите, Свете и Джону, да, слушай, не стоит, я сейчас очень-очень упрощаю. Оля и Дима и Джон и там не знаю кто, да, Бетти, они не будут этого делать назло маме, понимаешь? Потому что они не ненормальные. В этом суть. Ты что, родилась алкоголичкой, наркоманкой и так далее? Ты говоришь, что ты меня не знал тогда? А если бы я тебя узнал, ты была... Так любопытство было, любопытство. Любопытство чего? Ты все на свете тылезала? А вот такими стать, хулиганами. Почему? Почему? Они же крутые. В каком смысле? Подожди, в каком смысле? Ну, потому что они вот такой вызов делают. Вот мы такие будем. Отлично. И ты говоришь, что ты была... Ну, мы с тобой прямую разговариваем, по-честному, да? Без обид. Да? Обижать не буду. Окей. Ты говоришь, я была в ситуации, когда у меня внутри жил этот вызов. Правда? Он у меня жил внутри. Но мамой я боялась больше. Да. Вот это спасло меня, я так считаю. Нет, тебя спасло не это. То есть, в твоей ситуации, может, и это. Я не буду с тобой спорить. Знаешь, что я буду тебе ломать представление о прекрасном. Да? У тебя внутри жил вызов. Откуда он взялся, это вызов у тебя изнутри? Ты что, думаешь, у 100% людей такое происходит? Думаешь, 100% людей на самом деле, им только руки бы дотянулись, они бы взяли ампулу с героином? Ты серьезно? Ты считаешь, что 100% людей хотели бы попробовать как нажраться и заснуть под забором? Ты считаешь, что 100% людей хотели бы иметь первый сексуальный опыт в 13 лет? Ты чего? До этого человека, туда человека нужно привезти. Нормально? Останови меня, если я перейду какие-то границы. Я постараюсь не переходить. Да? Человека туда нужно привезти. Теперь, как туда человека привезти? Я тебе расскажу. Человеку нужно не доверять. Человеку нужно учить тому, что он не человек, а скотинка. Человека нужно учить тому, что если я тебя, Оля, не буду наказывать, вот тогда ты и станешь тем, что начинается на букву «Б». Понимаешь? То есть в тебе, Оля, это я ни в коем случае сейчас тебя не имею в виду. Не вздумай обидеться. Я цитирую мифического какого-то человека. В тебе, Оля, это вот на «Б» начинается, на «Ство» заканчивается, живет, Оля. И если бы не я, Оля, ты бы сейчас была на панели. Разве это правда, Оля? Не, ну, Дима, смотри. Смотрю. Есть же семьи, вот прям как ты описываешь, да, совсем семейная культура, родители все интеллигентные, там ни алфеголь, ни чего, но даже у меня есть пара семей таких знакомых, но детки, к сожалению, закончили неплохо. Один на тысячу, ну и что? Во-первых, да. Ну, смотри, даже я уже, думаю, весь им не знаю. Дружище, ну, поверь мне, это очень-очень сейчас теоретический виртуальный разговор, как ты понимаешь, если бы эти люди ко мне обратились, я думаю, что мы нашли бы причины и поняли. Ну, хорошо, ну, какой инструмент? Что мне делать, если я не хочу это держать? Верить, бояться, во-первых, ты не хочешь, ты не хочешь, ты боишься, как любая мама. Все мамы на свете боятся. Кроме мам очень-очень плохих, которые ту самую родительскую функцию не выполняют, потому что родительский страх, мы в прошлом эфире про это говорили, не буду повторяться. Да, значит, теперь смотри. Во-первых, бояться, что тебе делать. Во-вторых, доверять, Оль, доверять. Нужно, чтобы они узнали от тебя об этом. Да, твои уже взрослые, или они по дороге к взрослости. Да, нужно, чтобы они понимали на самом деле, что гадости какие-то совершать не прикольно не потому, что мама тебя накажет. Мама замечательная, вот это, которое я вижу перед собой. А по другим причинам. Это же и есть нравственность, Оль. Мы чуть-чуть про это сегодня говорили. Да, ты выросла явно замечательной, чудесной, прекрасной. Представь себе, какой бы ты выросла. Оль, сейчас будет больное место одно, но мы им отойдем. Какой бы ты выросла, если бы тебя дома не обижали? Если ты, и при том, что тебя обижали, выросла такой. Прости, что я про это говорю. Да, когда мы говорим о своем детстве, все мы, ты, я, я уверяю тебя, сейчас две трети тех, кто нас слышит, сейчас кивают головой. Вот честно. Да, мы не должны плевать в собственное детство. И у нас были родители замечательные. Эти родители делали, как умели. Все в порядке. Это не про то, ни в коем случае, не пойми меня неправильно. Я говорю, а, у тебя там, мама, я не знаю, что, да, плохая. Нет, не в этом дело. Мама делала так, как умела, так, как делала ее мама, так, как учили ее соседки, так, как и так далее, и так далее. Но в результате получилось ты. Да? И мне кажется, ты делаешь одну серьезнейшую ошибку. Я объяснил уже, почему, объясню еще раз. Ты говоришь, если я получилась такая, вроде как, ничего, значит, меня правильно, там, так сказать, я не знаю, ремешком, что-то такое. А я говорю тебе, Оль, извини, ты не права. Ты получилась вот такой замечательной, несмотря на это, а не благодаря этому. А если бы этого не было, на скрипке играешь? Ну и нафига ты училась? Да. Отлично. Да, все, не буду мучить тебя, но это просто намеки мелкие. Да, может, в это время ты бы была художницей, понимаешь, Фридой Кало, понимаешь, да, в это время. Но маме вступила, и была скрипка. Окей, представляешь себе, что бы было, если бы это повернулось иначе? Это я почему тебя гружу? Не для того, чтобы тебя поскрести по душе, значит, ноготками. А для того, чтобы ответить на твой вопрос, что же делать с ними, что же делать с теми. А с теми делать вот это. Делать так, чтобы они тебе верили. Делать так, что... Не обманывать. Как сделать так, чтобы они тебе верили? Не обманывать их? Не обманывать? Да. Как сделать так, чтобы сын твой пришел и сказал тебе, мам, значит, мне друзья предлагают дрянь какую-то? Как это сделать? Думаешь, это недостижимо? Оль, это достижимо. Я тебе слово даю, это достижимо. Но для этого он должен понимать, что мама, с которой есть терки у любого человека в 14 лет. Да? У любого-любого-любого. Но мама на моей стороне абсолютно точно. Если я к ней приду по острому вопросу и по важному для меня вопросу, она не даст мне совет демагогический, педагогический. Она даст мне совет, тот, который даю я. Ты понимаешь? Не про тебя будь сказана, Оль, не про тебя будь сказана, но у меня на выступлениях такое бывает, и поэтому, может, кто-то видел это. Да, что нет-нет, у мужика, вот это часто у мужиков бывает, да, у мужика какого-нибудь крышу сорвет, он такой встанет и скажет. Это не то, что ты говоришь, но это напоминает отчасти. А меня отец бил, и я человеком вырос. Знаешь такое выражение? Сама ответишь или я отвечу? Окей, вопроса два, правда же? Во-первых, кто тебе сказал, что ты вырос человеком? Это важный вопрос, да, технический? Слышал этот ответ, да? Отлично. А во-вторых, еще раз, вот я замыкаю это с этой историей. Окей, он не должен, это мужчина или это женщина или кто угодно, плевать в собственное детство. Но если получилось, не несите это дальше. Я вас умоляю, да, не несите это дальше. На тебе это может поменяться. Ты понимаешь? Ну, в общем, отпустить их. Что такое отпустить? Доверить, доверить. Доверять им. А делать что? Делать так, чтобы по любому вопросу он приходил ко мне. А как это сделать? Это короткая контрольная работа сейчас. Оля, ребята, Оля наткнулась на короткую контрольную работу. Ну, а как это сделать, Оля? Ну, самой не подводить, самой не обманывать, ни хитрить, не скрывать. Как сделать так, чтобы он к тебе приходил? Подожди, это простой вопрос. Как сделать так, чтобы он к тебе приходил? Есть конкретный ответ, ты не поверишь. Самой, наверное. Самой что делать? Садись пять. Оля, 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 Оля. Теперь, сейчас я задам тебе вопрос, этот вопрос будет риторический. Даже это будет не вопрос. Просто ничего даже не отвечай. Спорим, к тебе мама сама не приходила советоваться по своей жизни. Все. Один раз пришла, поэтому ты это будешь помнить всю жизнь. Хорошо, даже если бы три раза пришла, это не то, о чем мы с тобой говорим. Да, говорим мы с тобой о другом. Говорим мы с тобой о том, что я прихожу к любимому человеку каждый день, раз в два дня. Не надо делать из этого, я не знаю, такую рутину тоже. Мне с тобой интересно, чувак. Я к тебе прихожу, потому что я не просто тебе доверяю и рассказываю тебе там секретики в кавычках. Я реально спрашиваю твое мнение. Я с тобой советуюсь. И я с тобой советуюсь и про, не знаю, и про друзей, и про подружек, и про то, сколько, нет, ну сколько бутылок вина купить на праздник. Ладно, это у меня на языке. Но со временем мы про это, Оль, со временем мы про это. Ну да спроси меня. Ну дело в том, что у меня уже такая свобода, и я не интересуюсь, с кем они дружат. Почему? Не смотрю их сети, соцсети, с кем они там общаются. А почему ты не интересуешься, с кем они дружат? Что ж мне интересно, с кем они дружат? Мне интересно, я не знаю. Спроси, котенька, спроси, дорогая моя, звездочка моя, спроси, спроси. Ты, мама, тебе, конечно, интересно. Тебе будет интересно потом, с кем они романы мутят. Мама, какая тебе разница? Мама, какая тебе разница? И что, я? Я первый спросил. А что ты лезешь? Какая тебе разница? Тебе интересно, с кем они дружат или нет? Ну, конечно. Интересно, почему? Потому что я тоже хотела бы принимать участие в этом отборе. Чтобы там были только хорошие люди. Окей, ответ неверный. Внимание, пробуем. Перемотали этот блок. Поехали еще раз. Ну, я же честно ответила. Неверно, но честно. Мне правда интересно. Нам надо найти с тобой другой интерес. Нам надо найти другой интерес. Я сейчас немного, у нас мы в режиме индивидуальной консультации, извините, все. Но сейчас мы закончим через минуту. Оля. Так, другой интерес. А что тебе про них неинтересно, про твоих детей? До такого быть, у меня все. Отлично. Отлично. Значит, смотри. Мне про тебя интересно все, котик. Нет, мне не нужно контролировать тебя. Почему? Потому что я тебе верю. А как ты у меня? У меня от такой мамы мог получиться человек, которому верить нельзя. Такого быть не может. Да, мне интересно все. Мне интересно, какие песни ты слушаешь. Мне интересно, в какие компьютерные игры ты играешь. Мне интересно. У каждого человека есть секреты. У тебя есть секреты. У меня есть секреты. Мне интересно. Мне важно. Если у тебя есть друзья, они точно хорошие люди. Так этих хороших людей я с удовольствием позову к нам домой на обед. Вот почему. Вот почему. Да, ты не будешь принимать участие в отборе. Если ты попробуешь принимать участие в отборе, будет сама знаешь что. И тогда ты правильно боишься. Да? Отмотали назад. Все, о чем ты говоришь, тогда правильно. Нет! Прощаемся? Да, я все поняла. Я потом пересмотрю. Любить нельзя воспитывать. Любить.